Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекисту Антараха в эфире передача на перекрестках истины. Сегодняшняя тема нашей беседы – царица Тумерис. У нас в студии гость. Знакомьтесь, историк Сабитова Карина Сабировна. Рада вас видеть. Здравствуйте, рада вас видеть. Карина Сабировна, когда родилась Тумерис? Кто ее родители? Тумерис или же Тумарис, Тхамерис – разные варианты. Я хочу сказать, почему разные варианты имени. Массагеты, царицы которых по преданию была Тумерис, будем называть ее Тумерис, это были народом бесписьменным. То есть это был народ из устной, то есть все предания передавались из уст в уста. И есть небольшие разночтения в произношении имени Тумерис. Кто-то говорит Тхумарис, кто-то Томарис, кто-то Томурс, вот даже такие варианты есть. Буквально ее имя, как передает нам источники, в частности античные, к Тесии тот же самый, означает «прекрасная лика». То есть, как мы можем судить из-за ее имени, это была очень красивая женщина. Ее отец был тоже вождем племени массагетов. Понятное дело, что знатным, это он был знатным человеком. И вы знаете, вот такой интересный момент. Тогда массагеты – это один из кочевых народов, населявших наш регион Узбекистана. Один из наиболее многочисленных и наиболее, я бы сказала, воинственных. Они тогда еще не совсем освободились от матриархата. И в том, что передача власти шла от отца к дочери при отсутствии, допустим, сыновей, тогда было абсолютно нормально. И сейчас нам это кажется странным, но для кочевых гордых и воинственных народов в этом ничего такого удивительного не было. Ее отец, как я уже сказала, был вождем племени. И ввиду того, что у него не было других детей мужского пола, то есть они или нам этого источники не сообщают, малоизвестно, может быть, они погибли, умерли в детстве, может быть, еще по каким-то причинам осталась только маленькая Тумарис. И, как нам говорят некоторые источники, она уже с пяти лет умела скакать на лошади, и в шесть лет ее начали учить владеть оружием. Вообще, как их называли античные историки, тот же Геродот, скифы, у них было очень интересное оружие. Мечен назывался окинак. Это был такой достаточно короткий меч, ну, где-то, по-моему, сантиметров сорок, скорее кинжал, чем меч. Такой, знаете, обоюдоострый. И он, хоть он и не считался главным оружием, но именно среди саков, массагетов, именно вот этот меч окинак олицетворял собой воинскую доблесть. Несмотря на то, что главным оружием саков, как кочевого народа, естественно, были лукострелы, копья лукострелы. Но, тем не менее, каждому юному воину маленькому давали вот такой меч в руке. И то есть, как мы можем, уже из этих преданий мы можем видеть, что юная Тумарис уже с детства умела и владеть оружием, и скакать на лошади, и воспитывалась именно как воин. То есть, она от воина юноши, мальчика, она практически ничем не отличалась. Карина Сабировна, а вот насчет еще одного имени Тумирис, Томирис, женщина, Томир Айон, женщина Вены, женщина Корни. Как вы смотрите на это? Ну, возможно, и такое, возможно, и такое толкование, потому что, как мы знаем, массагеты, как любой древний народ, они очень почитали своих предков. Они, понятное дело, что это были народы, поклонявшиеся, прежде всего, духом, духом предков, как... И, возможно, и такое толкование. Понятно. А откуда мы вообще узнали об этой легендарной, выдающейся женщине? Основной источник, как я уже сказала, это античные историки Геродот. Геродот и Страбон. Самый наиболее полный рассказ о Томирис приведен в истории Геродота. И еще там описываются же вот эти женщины-амазонки, да? Да, да, да. Вот я только-только хотела, вот вы меня опередили, только я хотела сказать про амазонок. Даже есть такая версия, что именно Томирис стала, ну, скажем так, прототипом именно женщинам. Возможно, именно она являлась прототипом в античной среде, в античной культуре таких женщин-амазонок. Вообще воспитывать женщину вот в таком военном духе, это требование того времени? Или как вы думаете? Ну, вы знаете, можно сказать и так, потому что я уже сказала, что массагеты, саки и другие, в общем, те народы, которых античные историки называли скифами, они еще не освободились от матриархата. И по свидетельствам того же Геродота, древние народы, населявшие наш регион, те же массагеты, да, те же саки, они поклонялись богине Табити, то есть это богиня, олицетворяющая собой женское начало, саму женщину, как бы саму землю-мать Табити ее называли. И женские божества, они даже, можно сказать, они в то время главенствовали. Их было достаточно много. Была также богиня Анахид. Анаид, Анахид. Культ Анахид, это был очень распространенный культ, он был распространен на территории как Закавказья, как Средней Азии, как Малой Азии. И насколько я могу сейчас, насколько я могу судить, добрался даже до семитских народов. Вот та же Анаид, ее многие историки, если углубляться в древнюю историю, они ее отождествляют с такими семитскими богинями, как, например, богиня Иштар, богиня Инанна. А вот у нас здесь, в Средней Азии, богиня Анахито. И Тамирис, она в какой-то степени считалась как бы ее земным воплощением, да, вот этих богиней. Но надо сказать, что в те древние времена женские культы, женские богини, женщины как богини, они были распространены повсеместно. И наш регион также не был исключением. Карина Сабировна, вообще у древних кочевников женщине даются очень большие права. Да, да, так и есть. Вы знаете, это связано прежде всего с самим образом жизни кочевым. Потому что, вот, например, почему у кочевников не было распространено рабство? Оно действительно не получило такого распространения, как у народов, допустим, оседлых, как у тех же древних римлян. Во-первых, это, ну, в такой, в тот образ жизни, который ввели кочевые народы, это не только вот сааки, массагеты, да, например, но также вспомним народы, населявшие древнюю Монголию, да, то есть монголы до возвышения Чингисхана. Во-первых, извиняюсь за такое прощение, раба нужно просто кормить. А так как народы постоянно кочевали, занимались скотоводством, тащить с собой ещё и рабов, это было просто нерентабельно. Чтобы содержать рабов, это нужно, значит, нужно было иметь как дом, да, например, кусок какой-то земли, на котором бы раб мог работать. А древние кочевые, а вообще кочевые народы, в частности, и древние тоже, они не занимались земледелем. То есть рабы им были попросту ненужны. Томирис — это олицетворение сильной, независимой, такой патриотки женщины. Это правда, что она организовала воинские отряды, состоящие исключительно из девушек? Да, есть тоже античные, опять-таки, мы, так как это у нас основной источник, я буду часто ссылаться на них. Также ряд античных историков, они также упоминают, что Томирис, ну, я не буду, я сразу скажу, это легенда. О достоверности этих данных мы, к сожалению, проверить их не можем. Это просто легенда. Что у Томирис, среди ее, скажем так, воинов, был отряд девушек, ну, естественно, знатного происхождения, которые принадлежали кочевой знати, которые, ну, были, я бы сказала, ну, такие вот берсерки, да, женского пола, которые превосходно владели оружием, они ничем не уступали мужчинам-воинам, и даже где-то их превосходили. И, опять-таки, когда античные историки, античные путешественники, те же персы, то есть, столкнулись с этим женским отрядом, скажем так, они были изумлены, поражены, даже где-то испуганы, и именно оттуда пошли легенды о женщинах-амазонках, женщинах-воительницах. И я бы даже сказала, вот эти, ну, предания настолько оказались живучи, что они распространялись повсеместно, по всей Евразии, и потом, позже, они оформились в форме каких-то легенд и сказок о легендарных женщинах-воительницах, да, вот в русских сказках или вот наших узбекских народных сказках. Во всех культурах это есть, да. Во всех культурах. Но вот я бы хотела сказать, в нашем узбекском фольклоре очень распространены сказания об отважных девушках. Мы знаем, вот сказки, да, вот эти. Это тоже корни все оттуда. А что отец истории Геродот говорил о борьбе Тумири с царем Киром? Вот сейчас мы подходим к ключевому моменту нашей истории. Как тут уже я опираюсь на Геродота, Геродот писал, что царь Кир, выжелав захватить территорию Средней Азии, дабы расширить свою империю, причем Кир подчеркивает, что ему древние кочевые племена саков, массагетов, они, вот я цитирую, не учинили ему никакой обиды. Он просто выжелал расширить свое государство. И понятное дело, что это была просто экспансия. И Кир сначала заслал к Томирис сватов. Ну, так как Томирис к тому времени была, она была достаточно зрелой по тем временам женщины. Ей было уже около 40 лет. У нее был взрослый сын. Она, разумеется, поняла, что жених, скажем так, не с целью, чтобы стать женихом, Кир это делает, а просто, чтобы захватить ее земли. Она ему таким ответила достаточно резким отказом, что, разумеется, царь Кир воспринял как оскорбление, но еще бы великий государь, великий персидский, скажем, царь, ему там, скажем, царица какого-то кочевого, как он считал, племени, вдруг отказывает. Ну и как мужчина он был тоже, я так думаю, оскорблен очень сильно. Его это затронуло. Его это задело. И он решил, что все равно, что никакие кочевники не смогут ему воспрепятствовать, и он пошел войной. И тут Кир сделал такую вещь, скажем так, военная хитрость. Как мы знаем, это отмечали еще античные, опять-таки, историки. Персы были народом достаточно способны на всякие, скажем так, военные, ну, не сказать подлости, но на такие вещи, которые среди тех же кочевых народов, которые славились своей честностью, прямолинейностью, своей вот этой какой-то вот... Хитрость, это тоже показатель ума. Да, нет, ну, показатель ума, но среди тех же кочевых племен это было неприемлемо так воевать. То есть он, как говорит Геродот, он заманил самых лучших воинов-массагетов в ловушку. То есть, когда воины-массагетов, они захватили лагерь перцев, они увидели расставленные вины, там, еду вкусную. Ну, это, как мы знаем, народ был простой, безыскусный, пищей, явствами, так как они образ жизни такой вели, они не увлекались, вина не пили, и они, ну, скажем так, начали все это пробовать. Да, напились вина, и с непривычки, разумеется, ну, как бы уснули. Да, и на них спящих напал Кер, ну, в смысле, со своими воинами и пленил их. В плен попал также Спаргапис, это сын Тамерис, единственный, горячо любимый сын ее. Кстати, я скажу, что с личной жизнью у Тамерис по преданиям не заладилось. Она, причем тогда, интересно, она могла, женщина могла тогда сама выбирать себе мужа. Даже в то время не сладилась. Не поладилась. Она обратила внимание на такого мужественного воина по имени Рустам. То есть, видите, какое древнее имя. Да, древнейшее. Вот. И сначала, когда, ну, она выбрала его в себе... Это прям по Геродоту, да, вы сейчас рассказываете? Да, по Геродоту, да. Там есть это имя Рустам. Да, и у античных историков это очень древнее имя, да. И Рустам, Рустем, они, скажем так, когда поженились, он через какое-то время этот ее муж, он начал ее разочаровывать, потому что он оказался не столь доблестный и не таким доблестным, как она, может быть, того хотела, и он не стремился к каким-то воинским почестям. И Рустема достаточно быстро убили. Вот. Он погиб. И вот у нее и всю свою, скажем так, любовь она перенесла на сына Спаргаписа. То есть, она видела его своим наследником. И вот этот наследник, Спаргапис, попадает в плен. И погибает? Кстати, обстоятельства его смерти очень показательные, я бы сказала. И тоже они как бы живут в веках. И Спаргапис, как будучи очень гордым молодым человеком, настоящим как бы воином, он попросил, ему связали руки, он попросил развязать ему руки, и как только это сделали, воины Кира, он тут же себя убил. То есть, понятное дело, что попадание в плен воины массагетов считали величайшим и несмываемым позором, тем более, это был сын царицы, сын будущий вождь. Понятно, для него это было страшным позором, и он предпочел быть, ну, предпочел смерть, чем вот так опозориться, попасть в плен. Когда царица Тамерис узнала о таком, ну, скажем, позоре, который постиг ее сына, она разгневанная отправила вестника царю Киру, и опять-таки Геродот, это дошли, вот эти слова Геродота до нашего времени, она пригрозила Киру, что она напоит его кровью, сколько бы ни был, хотя сколько бы ни был, он ненасытен. Но Кир, понятное дело, посчитал это пустой угрозой, это мало ли ему там угрожает, не оценил. Да, не оценил, скажем так, всю опасность. Женщины. Да, тем более женщины, да. И никак должным образом не прореагировал на ее слова, и опять-таки пошел войной дальше на массагетов. И дальше, как пишет Геродот, завязался очень жестокий бой, в результате которого Кир потерпел поражение, он был убит на поле боя, и вот тут тоже опять вторая кульминационная точка, ему отрезали голову Киру, и Ахтамири собственноручно опустила его голову, отрубленную Кира, в такой бурдюк с кровью. И сказала, что вот это такая ее месть за... То есть она выполняет таким образом свое обещание, и вот это ее месть за то, что погибли лучшие ее воины, за то, что вот за войну и за смерть ее сына. Но на этом рассказ Геродота, к сожалению, обрывается, то есть ничего дальше, прямых свидетельств, то есть достоверных уже от Амирис нету. Но есть дальше пошли различные легенды, и это опять-таки легенды, поэтому они недостоверны. И они уже потом исказились, преобразились, и авторы даже были блоги абсолютно безымянны, и по одному из безымянных авторов Амирис попала каким-то образом в Крым и основала там город. Но опять-таки говорю, это недостоверно. Вот это легенды. То есть мы не можем оценить, насколько они правдивы. А этой необычной женщины очень много книг, фильмов сняты, да? Да, да, вы знаете, настолько это... Популярная историческая персонажа. Да, настолько легенда о Амирис оказалась популярной, что она попала потом в Европу. И многие художники даже эпохи Возрождения, по-моему, даже Цициан рисовали Тамирис, вот именно когда она держит голову Кира в руках. Настолько ее образ оказался привлекательным даже для художников в эпохе Возрождения, в новое время. И многих писателей, причем современных даже, ее образ очень привлекал. Я вот в связи с этим хотела бы сказать о таком нашем выдающемся узбекистанском писателе, Евдате Ильясове, писал о древней истории нашего народа. Я сама очень люблю его книги. Он, именно, образ Тамирис, он очень красиво, я бы сказала, описал в книге «Пятнистая смерть». Замечательная книга. Он писал не только о Тамирис, он также писал о Шираке, «Тропа гнева», где он пишет про Ширака, именно про героическое прошлое нашего народа. И вот в «Пятнистой смерти» там легенда о Тамирис, она художественно переработана Ильясовым. И было бы хорошо, если бы по этой книге сняли фильм. Я думаю, наши кинематографисты задумаются об этом. Конечно, очень интересная тема, да? Да. Карина Сабировна, вообще, в изучении вот таких легендарных личностей, фактов мало. Да. Чтобы эта информация была более достоверна, на что мы можем опираться? Ну, вы знаете, тут такой момент, к сожалению, археологические данные тоже у нас отнюдь неполные, мы даже на них не можем полагаться. И у нас, к сожалению, только письменные источники, тот же Геродот. Ну, и потом, скажем так, многие кинематографисты могут художественно, конечно, осмыслить, да, вот эту историю и снять красивый фильм. Понятно. Потому что, к сожалению, у нас вот не археологических источников, кроме Геродота, абсолютно достоверных у нас, к сожалению, нет. Потому что тот же Геродот, я хочу просто еще упомянуть, он упоминал вот в своей истории, что та легенда, которая говорит о смерти Кира от рук, ну, Томирис, считая, он сам ее называл как наиболее достоверной. Если уж Геродота я считал наиболее достоверной, то можно сказать, что остальные как бы версии, да, они еще более сказочные, наверное, да. Поэтому у нас, к сожалению, пока только Геродот мы можем как на источник опираться. Ну, для пробуждения патриотизма этого достаточно. Этого достаточно, да. Спасибо, спасибо за интересную беседу. Ждем вас еще. Я очень рада была подеседовать. Дорогие телезрители, это была передача на перекрестках истины с историком Сабитовой и Кариной Сабировной мы беседовали о царице Тумирис. Оставайтесь на телеканале Узбекистан Тараха. Дорогие телезрители, Узбекистан Тараха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова